Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и учебник География, 10 класс, серия Полярная Звезда, издательство Просвещение. Продолжаем углубленный курс первой главы учебника и, значит, пятая часть. Истощение природных ресурсов и малоотходная технология. Действия человека по отношению к природе приобретают все более некомпенсируемый характер. Естественный процесс образования угля, нефти, газа и других полезных ископаемых длился миллионы лет. Сегодня многие из них на исходе, а потребление их многократно возрастает. Несмотря на рост доказанных запасов некоторых видов сырья, становится очевидной реальная опасность их полного исчерпания в ближайшие несколько десятков лет. Прежде всего, нефти, газа и руд некоторых металлов. Заметим, речь идет не только о полезных ископаемых. Некомпенсируемый характер носит и всеускоряющаяся вырубка влажных тропических лесов, нерасчетливое использование многих хранилищ пресной воды и т.д. В то же время выражение «истощение природных ресурсов» вовсе не означает их полного исчезновения. С этим словосочетания могут ассоциироваться выработка ископаемых до степени нерентабельности дальнейшей разработки, хотя в будущем ситуация может измениться. Второе. Превышение темпов и объемов добычи над способностью естественного возобновления ресурсов, например, перевырубка леса или перевылов рыбы. Третье. Сбой копытными животными – пастбищ. Когда животных слишком много, обычных копытных, даже если это обычные овцы, и когда они постоянно гуляют по каким-то пастбищам, они вытаптывают траву и практически уничтожают этот плодородный слой. Так, например, в Калмыкии практически была уничтожена степь и появилась пустыня при Советском Союзе. Четвертое. Несоблюдение агротехнических мероприятий при обработке почв и истощении их плодородия. Пятое. Загрязнение водотоков и водоемов промышленными отходами так, что их практически становится невозможно использовать. И многое другое в том же духе. Нельзя забывать также о том, что термин «исчерпаемость» относится к планете в целом, а не к отдельным государствам. Наиболее крупные из них по территории – Россия, США, Бразилия, Китай, обладающие большими и разнообразным ассортиментом природных ресурсов – столкнуться с проблемой их истощения, естественно, гораздо позже, чем небольшие. Подобная ситуация приведет к еще большим колебаниям предложения и спроса, чередованию периодов дефицита и избытка сырья на мировых рынках, и, соответственно, скачкообразным колебанием мировых цен, резким противоречием между экспортерами и импортерами сырья, прежде всего развитыми и развивающимися странами, жесткой борьбе между отдельными фирмами. Последние десятилетия отмечены резким повышением интереса человечества к широкому применению безотходных и малоотходных технологий. Конечно, добиться стопроцентной безотходности невозможно, в том числе из-за колоссальной стоимости оборудования. Следовательно, нужно внедрять малоотходные и ресурсосберегающие технологии. Несколько иной смысл вкладывается в понятие ресурсосберегающая технология. Эта технология подразумевает производство и реализацию конечных продуктов с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах производственного цикла, с наименьшим экологическим ущербом. Это понятие тесно связано с коэффициентами ресурсоемкости и энергоемкости производства, что имеет огромное значение в современной мировой экономике. Наконец, имеется еще одно понятие, семантически близкое к понятию безотходная технология, экологическая технология, экотехнология, геотехнология и это синонимы. Глобальные достижения экотехнологии хорошо иллюстрируются на примере традиционного автотранспорта, который в ближайшие годы будет потеснен электромобилями. Причина этого заключается в том, что во время работы двигателя внутреннего сгорания выделяются выхлопные газы, представляющие собой продукты полного и неполного сгорания топлива, аэрозолей и различных микропримесей. В выхлопных газах содержится более ста веществ, большинство из которых токсичны. Электромобили, продажи которых уже исчисляются миллионами, являются экологичной альтернативой автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. К началу 2000-х годов доля большинства видов продукции, выпускаемой в России, по прогрессивным ресурсосберегающим технологиям не превышала 50%, в то время как в развитых странах она была близка к 100%. По имеющимся данным, в начале нынешнего века глубина переработки нефтяного сырья в России составляла в среднем 62%. Производство алюминия по ресурсосберегающим технологиям всего 15%, меди уже 65%, цемента всего 8%, стекла 47%, картона 33%, а бумаги всего 7%. На сегодняшний день, к 23 году, ситуация уже изменилась к лучшему и продолжает постепенно изменяться. И опять-таки, я от себя сразу же добавлю к вопросу об электромобилях. Здесь написано, что вот они якобы невероятно какие экологичные. Это полная чушь, бред собачий. Они не экологичны совершенно. Дело все в том, что количество энергии и ресурсов, которые затрачиваются на производство одного электромобиля, оно где-то в 5 раз выше, чем количество всех загрязнений, которые выбросит обычный ДВС, двигатель внутреннего сгорания, в окружающую атмосферу за 15 лет своей работы. То есть, один электромобиль реально вообще-то производит больше грязи, чем обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания за 15 лет сжигания ископаемого топлива. Вот такая вот своеобразная арифметика. Всегда считайте не то, сколько у вас эта машина будет, так сказать, выделять вредных веществ, а подсчитайте заранее, сколько было произведено этих вредных веществ во время производства. И вот тогда-то вы и узнаете реальную экологичность. В настоящий момент электромобили – это совершенно не экологичный вид транспорта, а наоборот, чудовищно загрязняющий. В отличие от всяческих электросамокатов, электроскутеров и тому подобное. Вот этот в качестве городского транспорта – это реально, этот электротранспорт является достаточно экологичным. Но у него свои особенности. Вопросы и задания, но перед этим не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, ссылка на нее есть в описании под видео. Первый вопрос. Организация малоотходного производства тесно связана с идеей комплексной переработки сырья, в том числе с переработкой отходов для повторного использования. При этом отходы производства могут подвергаться переработке не только в сырье, но и в готовую продукцию. Например, отходы деревообрабатывающей промышленности – щепа, опилки и тому подобное – используются для производства древесно-стружечных панелей. А какого рода готовую продукцию из отходов, иногда даже очень токсичных, можно получить в черной металлургии? Очень просто. Черная металлургия, как правило, производит, во-первых, это различные газы, а во-вторых, различные кислоты. Эти кислоты очень даже неплохо могут использоваться в качестве сырья для различных химических процессов и химической промышленности. Мало того, образующиеся отходы, так называемый шлак при выплавке черных металлов, может использоваться в качестве строительного материала для производства так называемых шлакоблоков. Тоже как вариант может использоваться. Далее, цветная металлургия абсолютно то же самое. Мало того, при цветной металлургии различных кислот, серной кислоты, азотной кислоты, производится даже гораздо больше, чем при черной металлургии. Все это позволяет опять-таки цветной металлургии быть очень достаточно таким существенным поставщиком сырья для химической промышленности. Нефтеперерабатывающая промышленность. А вот здесь вот колоссальные совершенно объемы. Если по идее применить максимально современные, максимально такие емкие технологии, то по идее можно перерабатывать нефть в самые невероятные вещества. То есть из нефти в настоящий момент реально производятся даже продукты питания. Что казалось бы, как настолько ядовитый товар может производить продукты питания, но это факт. Даже некоторые виды продуктов питания, некоторые добавки вкусовые и тому подобное могут производиться в том числе из нефти. Но для этого, конечно, нефть должна иметь очень глубокую переработку. Надо ее очень тщательно очищать, разлагать на самые разнообразные фракции. Эти фракции опять разлагать на дополнительные фракции. Очищать, производя максимально большое количество самых разнообразных веществ. Второй вопрос. Для получения каких видов сырья в настоящее время наибольший интерес представляет реутилизационная технология? Вы не поверите, но это для всяческих вот этих современных электронных устройств. Дело в том, что вся современная электроника содержит редкоземельные элементы, различные металлы. Так вот, эти самые металлы, они недаром редкоземельными называются. Их на планете Земля крайне мало. По сути, наиболее крупные месторождения находятся на территории Китая. Именно поэтому Китай главный производитель электроники в мире. И Соединенные Штаты ничего не могут с этим сделать. Именно по той причине, что без редкоземельных элементов сделать современную электронику невозможно. Такая специфика. Есть, конечно, постепенно разрабатываются месторождения в Африке, Северной Америке, Южной Америке. У нас на территории России очень активная работа идет. Но при всем при этом, пока еще Китай производит больше половины всех редкоземельных элементов на планете Земля. И объемы у него очень даже велики. Естественно, что реутилизационная технология для электроники буквально стратегически важна. Потом современные электротехнологии. К примеру, переработка электрических батарей, где используют литий. Она тоже крайне и крайне важна. Что самое интересное, если вы не знали. В настоящий момент технологии переработки литий-ионных батарей не существует. То есть все вот эти батареи, которые в электронных устройствах, в электроавтомобилях, а с ними ничего сделать нельзя. Они не перерабатываются. Нет технологий, которая позволила бы эти батареи переработать обратно в сырье. Вот такая вот еще одна очень неэкологичная особенность. Ах, каких экологичных электромобильчиков. Третье. В развитых странах сегодня нет таких производств, где не использовалась бы электроэнергия. Но большинство из них считаются неэлектроемкими. Какие же отрасли считаются электроемкими? Как вы знаете, электроемкими считается, конечно же, металлургия в достаточно больших объемах. Потом это различные виды производства из деревообработки. То есть химпром, химическая промышленность является тоже очень электроемкой. И, разумеется, это производство целлюлозы и бумаги тоже является очень электроемкой. А какие являются неэлектроемкими? Здесь будет довольно просто. Например, некоторые виды строительных технологий неэлектроемкие. Разумеется, какие-то современные достаточно электронные производства, они тоже не являются электроемкими. Поскольку им не нужны многие гигаватты электроэнергии. Им вполне достаточно, скажем, 10 мегаватт на какое-то крупное предприятие. И станки будут совершенно спокойно работать и все это производить. Так что вот такая вот специфика. То есть все большее развитие современных технологий сделало многие ранее весьма энергоемкие технологии гораздо менее потребляющими это самое электричество за счет внедрения максимально современных элементов. Четвертое. В чем специфичность проблемы истощения сырьевых ресурсов? Дело все в том, что когда говорят про истощение сырьевых ресурсов, говорят, что они истощаются в доступных месторождениях. Дело все в том, что глубинная разведка, например, на глубине уже пары километров, крайне и крайне сложна. К тому же такая добыча еще и крайне дорога. Но это не значит, что она невозможна. По этой причине, если по идее провести хорошую разведку именно на таких глубинах, то скорее всего на планете Земля будет найдено еще огромное количество самых разнообразных ресурсов, которые можно будет еще очень и очень долго добывать. Но стоимость таких ресурсов будет, естественно, гораздо более высокой. Искать их тоже крайне и крайне сложно и достаточно дорого. И, естественно, что добывать их тоже будет несколько более долго по времени. Но, по идее, поэтому, в принципе, все это можно сделать. 6. Роль природных ресурсов в современной экономике От наделенности природными ресурсами, условий их сосредоточения и характера использования во многом зависят пути и формы развития экономики. Однако некоторые ученые разделяют точку зрения, согласно которой страны, обладающие огромными запасами природных ресурсов, увлекаются увеличением прибыли путем просто увеличения объема продаваемого сырья и разработки новых месторождений, в то время как инвестиции в развитие научной сферы и новых технологий сокращаются. Такое явление, отражающее отрицательное влияние обилия природных ресурсов на экономическое благосостояние страны, называют проклятием природных ресурсов или парадоксом изобилия. Считается, что страны, обделенные природными ресурсами, стремятся восполнить их недостаток разработкой новых технологий и поиском более эффективных способов использования ограниченных запасов сырья. Бросаются в глаза и колоссальные диспропорции в объемах потребляемых ресурсов между развитыми и развивающимися странами, особенно с учетом численности их населения. На 15% населения планеты, проживающим в странах с высоким уровнем доходов, приходится 56% общего потребления. На самые бедные, 40% населения, в странах с низким уровнем дохода приходится лишь 11% общего потребления. Такое соотношение хорошо иллюстрируют жители США, составляющие около 5% мирового населения. Они потребляют примерно 25% всех добываемых в мире углеводородных ресурсов – угля, нефти, газа. При этом, если б не гораздо более высокая степень ресурсоемкости экономики развивающихся стран, разрыв в объемах потребляемых ресурсов между развитыми и развивающимися странами мог бы быть еще больше. Экстремальные природные условия некоторых стран, прежде всего России, многократно усложняют и делают дороже организацию добычи, обустройство необходимого для освоения ресурсов населения. При этом снижается и производительность труда. По мере истощения старых месторождений, расположенных относительно близко, необходимо продвигаться все дальше в необжитые районы страны, строить туда протяженные и дорогие пути сообщения, создавать сносные бытовые условия жизни для работников, использовать более производительные, а значит и более дорогие экскаваторы, грузовики, насосы. Поэтому стоимость сырья постоянно растет. Необходимо отметить, что с наступлением постиндустриальной, информационной, технотронной, знаниевой эпохи роль природных ресурсов в жизни людей отнюдь не уменьшилась. В любое время остаются те, кто, образно говоря, пашет, строит, добывает руды металлов и т.д. Не следует забывать и о том, что постиндустриальное общество олицетворяет покалич примерно 40% человечества, а остальные – это мировая деревня и население среднеразвитых государств. Вопросы? Точнее, всего один вопрос. Но не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, ссылка на нее в описании под видео. Существует понятие о стратегических природных ресурсах, обеспечивающих экономическую и оборонную безопасность страны, ее внутреннюю социально-политическую стабильность и здоровье населения. Перечень таких ресурсов не одинаков по странам и варьируется в зависимости от их экономических приоритетов. Пользуясь справочниками и интернет-ресурсами, попытайтесь определить рейтинговые места – первое, второе – для США, Китая, Индии и России в общей, не средней душевой обеспеченности важнейшими стратегическими природными ресурсами – топливно-энергетическими, рудами цветных и редких металлов, драгоценных металлов. Сделайте выводы. Что здесь можно сказать? Соединенные Штаты по обеспеченности топливными ресурсами, они не очень-то велики на самом деле, несмотря на то, что у них активно развивается сванцевая добыча и все остальное, но на самом деле запасы топливно-энергетических ресурсов, особенно нефти и угля, в Соединенных Штатах не очень-то велики. У России они более чем велики, то есть Россия в этом отношении, скорее всего, будет стоять на первом месте. Китай на втором, Индия вообще будет получаться буквально на четвертом месте, потому что Соединенные Штаты по топливно-энергетическим ресурсам – Россия на первом, США на втором, Китай на третьем, Индия на четвертом. Такова будет достаточно специфическая обеспеченность этих стран ресурсами, особенно если они будут использовать только для себя. По различным другим природным ресурсам, например, руды целого ряда цветных металлов, здесь специфика будет опять-таки. Россия теоретически этими рудами обеспечена полностью. Другое дело, что Россия практически целый ряд этих ресурсов либо не добывает, либо добывает в очень малом объеме. По той причине, что полноценных месторождений, они либо есть в настолько удаленных местах, что разрабатывать их там просто бессмысленно, либо эта разработка пока только-только начинается. Как месторождение Тамтор, которое расположено очень далеко на севере Азиатской части, то есть в Сибири. Да, это месторождение редкоземельных металлов. Да, оно сверхбогатое, но оно расположено в очень неудобном месте. Хотя освоение к 30-му году Тамтор должен будет начать полноценно обеспечивать Россию целым рядом редкоземельных металлов и отправлять их в том числе на экспорт. Есть такое. Но, опять-таки напоминаю, что здесь работа пока только-только ведется. Теоретически Россия обеспечена всеми видами этих ископаемых. Но если мы не будем более, так сказать, активно проводить геологоразведку и не будем более активно внедрять максимально емкие технологии по переработке руды, то, возможно, через лет 100 эти ресурсы попросту закончатся. У США в этом отношении тоже все достаточно хорошо. На их территории есть практически все виды этих ресурсов, как и у Китая. А вот насчет Индии я точно не уверен. В принципе, у них могут быть очень многие ресурсы. Но Индия является при этом все еще довольно-таки крупным покупателем многих видов металлов. Далее. По драгоценным металлам, в принципе, все четыре страны имеют очень хорошую обеспеченность. Хотя Россия, конечно, по драгоценным металлам является очень крупным экспортером по той причине, что объемы очень даже велики. А вот США, Китай и Индия скорее закупают эти металлы. Второй вопрос. Считается, что в определенных условиях изобилие природных ресурсов формирует расточительное к ним отношение, которое тянет за собой цепочку экономически-хозяйственных и поведенческих последствий. Так называемая ресурсная игла, парадокс изобилия. Существует мнение, что изобилие природных ресурсов России не позволит относиться к ним рационально до тех пор, пока это изобилие не отсякнет. А как думаете вы? Видите ли, здесь вот это все, оно зависит от окружающей обстановки. И Россия вследствие очень такого специфического у нас климата вынуждена относиться к своим природным ресурсам более рычительно, чем многие другие страны, где эта добыча гораздо легче. Поймите, в Сибири добыча, она все-таки гораздо более высокая по стоимости, чем где-нибудь на Ближнем Востоке. Просто за счет того, что в этой Сибири туда еще доехать надо, в эти болота и гигантские леса. Потом туда еще надо провожить обычные дороги. Потом все это наладить там эту добычу. А потом оттуда еще надо вывезти эти полезные ископаемые. То есть все это требует, конечно, очень большого развития самых разнообразных технологий. Постепенно в стране у нас, конечно, ведется работа, заставляет наше государство строить нефтеперерабатывающие заводы, заставляет вводить более развитые добывающие технологии. Так что теперь уже нефтяные месторождения обеспечивают не треть от своего объема, а уже примерно половину от своего объема и даже более. То есть постепенно эти технологии внедряются. Просто происходит это достаточно медленно. К тому же не забывайте, очень часто на подобную ситуацию накладывается еще и политика. Развитые страны, Соединенные Штаты, Европа, они вовсе не торопятся предоставлять развивающимся странам самые современные технологии. Ведь для той же самой Европы и США гораздо выгоднее купить очень дешевое сырье, переработать на своей территории, произвести продукцию на своей территории и потом с буквально тысячекратной наценкой продать обратно в эту самую развивающуюся страну. Вот такая вот специфика. Поэтому если вы думаете, что вот надо просто захотеть и сделать это, ввести у себя эти самые современные технологии, а вот абсолютно ни хрена подобного, ничегошеньки у вас не выйдет. Вам придется либо самому все эти технологии разрабатывать, либо очень серьезно поделиться прибылью от своей добычи с другими странами, чтобы они позволили вам немножечко увеличить эффективность вашей добычи. Такая специфика политики современного мира. Политика очень сильно вмешивается. Поэтому если кому-то кажется, что вот достаточно просто захотеть и купить за вырученные деньги эти самые эффективные технологии, а нифига подобного, вам их попросту никто не продаст. Вам придется разрабатывать их с нуля. А это уже совсем другая история. 7. Восполнение дефицита пресных вод. Рассмотрим проблему дефицита природных ресурсов на примере пресных вод. Ситуация с недостатком возникает не из-за физической нехватки воды, а из-за неравномерности их распределения на планете и аккумуляции в труднодоступных формах в виде ледниковых, подземных вод и т.д. Недостаток водных ресурсов стал особенно явно проявляться в середине 20 века в странах, расположенных в аридных и экстрааридных зонах, то есть пустынных и экстра пустынных зонах, как из-за возросших масштабов использования этих ресурсов, так и вследствие развивающихся процессов опустынивания. Сегодня известно несколько путей в исполнении дефицита пресной воды. Наиболее распространенным, хотя далеко не достигшим совершенства способом является опреснение, то есть обессоливание соленой морской воды и подземной воды. Различные по своей конструкции опреснительные установки использовались еще в глубокой древности, но начало промышленного опреснения воды относится к середине 20 века. Общий объем опресняемых вод в начале 21 века составил более 30 миллиардов кубических метров в год, в основном за счет опреснительных установок, работающих на принципах дистилляции в странах Ближнего Востока, США, Казахстане, государствах Африки, Западной Европы, Карибского бассейна, Японии и в Гонконге. Другой способ связан с проектами переброски речных стоков, заключающихся в перемещении огромных объемов воды на гигантские расстояния, а также необходимости строительства крупных гидротехнических сооружений, включающих плотины, водохранилища, мощные насосные станции и каскады гидроэнергетических станций. В качестве примера можно упомянуть многоцелевой проект NAWAPA, то есть Североамериканский водно-энергетический альянс, который предусматривал переброску вод от Аляски до Мексики, а также проекты перемещения стока из многоводных южных рек на север Китая, перехвата нескольких гималайских притоков Ганга в Индии и отвод их в засушливые равнины. Существуют проекты транспортировки пресной воды в виде айсбергов из Антарктиды и Гренландии. Эта идея стала разрабатываться с начала 20 века. Были осуществлены конкретные разработки, зарегистрированы патенты по технологии транспортировки, то есть поиск и захват соответствующего айсберга, способы буксировки, защита льда от солнечных лучей, заякоревание и тому подобное. Несмотря на утверждение экспертов, что себестоимость такого айсбергового продукта будет ниже себестоимости воды, добываемой в ряде регионов Австралии, Азии и Африки, настоящий способ восполнения дефицита водных ресурсов все еще относится к числу перспективных. И здесь все очень просто. Я поясню, что проблема в том, что ну доставили бы этот айсберг к территории какого-то засушливого государства. А что с ним дальше-то делать? Вот айсберг, вот он вокруг огромного соленого куска, где-то в бухте, в которой много-много соленой воды. И что с этим айсбергом дальше-то делать? Как эту воду с этого айсберга добыть? То есть этот айсберг, получается, надо засунуть куда-то, откуда надо будет откачать соленую воду, и уже после этого можно будет наконец-то воспользоваться этим самым айсбергом и его пресной водой. Вот только здесь есть одна проблема. Осадка айсбергов может доходить до 100 метров под водой. Извините, это же какого размера надо будет строить, собственно говоря, в бухте какой-то сухой док с такой глубиной? Это очень и очень дорого и не очень-то рационально. Далее. Реальным способом глобальной переброски стока считается транспортировка пресной воды в специальных полужестких емкостях из устьев крупных рек мощными буксирами. Для реализации этого способа не нужны даже супертанкеры, поскольку разлив содержимого не грозит загрязнением морской среде, а соединение емкостей гирляндами может обеспечить более высокую экономическую эффективность. Последние обстоятельства в значительной степени связаны с тем, что один буксир в состоянии транспортировать сразу несколько миллионов кубометров воды. Весьма проблематичным является такой способ восполнения дефицита пресных вод, как искусственное воздействие на облака в целях стимуляции дополнительных осадков. Такого рода эксперименты для оценки величины дополнительных осадков истока проводились в США, Израиле, в России, но они всегда требуют очень специфических условий. По той причине, что если земля сильно нагрета, а в воздухе недостаточно влажности, то такой способ не сработает. Но если такая возможность есть, то, например, в России такие способы используются. Есть специальный самолет, который распрыскивает эти реагенты. То так можно даже тушить, например, лесные пожары. И такие способы используются. Вопросы и задания. Но перед этим не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании под видео. Вопросы. Какие способы восполнения дефицита пресных вод, на ваш взгляд, наиболее реальны и почему? Постепенно, я уверен, технологии опреснения будут выходить на первое место. По той причине, что океанов на Земле много. И эту опресненную воду, ее можно будет все более и более активно применять в самых разных местах. Как техническую воду, эту опресненную воду, можно применять очень и очень широко. Надо просто все более и более развивать эти технологии обессоливания. Все остальные методы, они будут оказывать слишком большое влияние на окружающую среду. Второе. Доведите до логического завершения следующую условную схему круговорота воды в природе. Выпадение атмосферных осадков, поверхностный и подземный сток, инфильтрация, испарение, перенос водяного пара в атмосфере, ну и, собственно говоря, обратно выпадение атмосферных осадков. Сюда особо добавлять-то ничего не нужно. Хотя, в принципе, можно добавить конденсацию. Не забывайте, после того, как водяной пар оказался перенесен в атмосфере, он, прежде чем выпасть в виде осадков, все-таки конденсируется. Третье. Каким образом внедрение замкнутых циклов водоснабжения сказывается в структуре водохозяйственного баланса? Очень и очень положительно. По той причине, что, во-первых, из рек и окружающих водоемов перестают забираться огромные объемы чистой воды, и, мало того, туда перестают сливаться огромные объемы грязной воды. То есть, это все уже чисто на загрязнении. Уже хороший плюс. Мало того, замкнутый цикл, он еще и снижает общее потребление этой самой воды. То есть, если за воду ежедневно нужно, скажем так, 100 тонн воды, то, внедрив у себя замкнутый цикл, завод в дальнейшем будет восполнять общие потери, забирая не 100 тонн, а только 5 тонн воды в сутки. Естественно, что это очень положительно скажется на реке, которая возле этого завода находится, ведь из нее перестанут забирать большое количество воды, и она станет течь куда более стабильно. Четвертое. В научной литературе понятие гидросфера и водные ресурсы четко различаются. Но морская вода, исключаемая из понятия водные ресурсы, активно используется для опреснения. Нет ли здесь противоречия? Нет. Нет. Потому что в данном случае ресурсом является только пресная вода. Морскую воду, как таковую, мы использовать не в состоянии. По этой причине здесь нет противоречия. К водным ресурсам относится именно пресная вода, которую можно использовать в самых разнообразных сферах деятельности. Морскую воду нельзя. Поэтому здесь получается, что только после полной переработки морская вода становится полноценным ресурсом. После опреснения пресная вода является ресурсом. Морская нет. Тем более, что в данном случае эта самая морская вода, она вообще получается абсолютно является неистащимым источником, поскольку ее на Земле огромные объемы.